Наконец-то у меня возникло желание записать видеоролик. Последнее время как-то не было такого настроения. Я послушал в сети, что говорят люди, когда видят, как протестующих молотят дубинками, когда космонавты-недоделки нападают толпой на безоружных людей. И все это меня сильно печалит, потому что то, что говорят люди, свидетельствует, что они как были рабами, так и остаются. Несмотря на то, что они выходят на какие-то протесты, они говорят открыто, что их не устраивает эта власть, что их не устраивает Путин, что они требуют сменяемости власти, что они требуют каких-то социальных гарантий, повышения пенсий. Всего этого очень мало для того, чтобы сказать, что мировоззрение людей изменилось. Эти люди не могут понять прежде всего того, что они заведомо проигравшие. Вот со всем, что они говорят, в видеокамеру корреспондент к ним подходит, они заведомо проигравшие, они никогда к победе не придут, их будут лупить, их будут сажать, будут административки им клеить, будут фальсифицировать судебные приговоры и так далее, и так далее. Они, во-первых, не осведомлены, они не знают, что вовсе не Навальный является протестными силами. Это чужая совершенно для России и прежде всего русского государства образующего народа агентура. который работает достаточно эффективно, поэтому каждая собака в России знает, кто такой Навальный. Но практически никто не знает реальной оппозиции. А реальная оппозиция может быть только национальной, никакой другой. Вся социальная оппозиция – это бунт рабов. И сколько бы люди ни выходили, какими бы массами ни выходили, они проиграют всегда. Прежде всего потому, что они выдвигают только социальные и вот такие мизерные политические требования. Дайте сменяемость власти. Ну, это в основном такая либеральствующая молодежь говорит. Мне не нравится несменяемость власти. Ну, подождите, сменился Ельцин на Путина. Вот в тот момент все было хорошо, то есть первый срок Путина был хорошо. И второй срок был хорошо, потому что по закону. И вот только дальше начались какие-то безобразия. Да нет, они начались, как при Ельцине начались, так и не прекращались. А вообще-то начались они при большевиках и коммунистах, при которых тоже не было никакой сменяемости. Не просто несменяемости. Пусть была бы и несменяемая власть, но была бы национальная власть. Люди даже не понимают, что это такое. Они не понимают, что своей власти можно доверить и вечное правление, как и было в монархии. Монархия – это и есть национальное правление, если монарх плоть от плоти своего народа. Так и было на Руси всегда. Это другие какие-то там социальные слои могли колебаться, выгоду иметь в чем-то другом. Иметь выгоду в том, чтобы все разрушить до основания и так далее. А тут-то уж не было никаких сомнений. И такой власти можно быть несменяемой. Пусть что-нибудь другое сменяется, пусть будет парламент, ради бога, народное представительство. Пусть, я не знаю, судей выбирают я за то, чтобы это происходило. Тем более, пока нет высшей власти, вообще надо побольше избирать, поменьше, чтобы было назначаемых. Но только как избирать – это тоже большой вопрос. Партийность должна быть ликвидирована полностью, партии все надо запретить. Это понятно, это как бы на поверхности лежит то, что продолжает мысль вот этих людей, которые говорят, нужна сменяемость власти. Для сменяемости власти нужна, во-первых, ликвидация этой власти. И чтобы установить другие правила игры, другая власть должна прийти. Какая власть? Скажите, какая власть обеспечит сменяемость? Ну, просто вот, чтобы была хотя бы какая-то ротация. В советской системе ротация была просто убрали и пересаживали с места на место. Такая была коммунистическая номенклатура. Провалился в одном месте – перевели в другое. Но даже если не провалился, все равно перевели, потому что нельзя. Человек обрастает, как мхом, корни пускает на том месте, где начальствует, и начинает родить родному человечку. То есть перестает быть оком государевым и государственной волей. Поэтому вот и пересаживали, в принципе, это правильно. Это правильно. Ну, на муниципальном уровне это неправильно, а вот на уровне, не знаю, области, края и так далее – это все совершенно правильный подход. Вот ротации. Ну, еще должна быть сменяемость и вот той власти, которую якобы мы выбираем. И в этом году в очередной раз нам предложат выбирать. Хотя уже готовятся к тому, что выбирать никто и ничего не будет. Так вот, оппозиция-то не… Многие говорят, да мы не за Навального, мы просто против этой власти. А вы тогда за что? Дело в том, что национальная оппозиция-то, она всегда и существовала, только вы о ней ничего не знали. Потому что Навальному давали все эфиры, ему давали возможность выступать на любых митингах, проводить, организовывать эти митинги, вкладывать деньги, которые привозили из-за рубежа. Это огромная либеральная агентура. Вот основа была всей этой успешности Навального, которая, в общем-то, такая выставочная фигура. Ну, как бы на нее замыкают внимание. И сейчас, ну, кто два самых известных человека в России? Путин да Навальный. Вот и все. Вот выборы между ними проводить. Так они оба хуже. А те, кто на самом деле формировал национальное мировоззрение, бился за национальные интересы, те, либо выброшенные из политики, ну, вот, вроде меня, либо в тюрьмах сидят, как Юрий Екишев, по которому сейчас идет процесс о терроризме. Чего там у Навального? Они там экстремизм клеят его этим штабам, профинансированным из-за рубежа. Но здесь терроризм организаторам от 15 лет. Хотя там не было даже самой возможности каких-то террористических актов даже и планировать. И то, что там в суде происходит, то, что представляет вот эта прокурорская структура, то это все выглядит просто нелепостью и посягательством на здравый смысл. Я все это слушаю, поскольку, ну, вот, как-то подвязался, не знаю, стоило ли в качестве защитника, общественного защитника, есть адвокаты официальные, я как общественный защитник слушаю и ужасаюсь этому. Но ведь об этом никто не знает. Ведь кроме Навального ничего больше вам не предлагается. И в этом смысле вы информационные рабы. То есть вас замкнули на это, и вы больше ничего не знаете. Да не Навальный. Навальный выступал только вот как человек, который разоблачает коррупцию. Больше ничего. А люди, которые сидят по тюрьмам и над которыми сейчас издеваются, издевательский суд, просто издевательский, потому что там нет ничего, там сплошная фальсификация. Следователь Суботина когда-нибудь, надеюсь, у глазки посмотреть. И может быть через решетку, только я буду по эту сторону, а следователь Суботина по другую. Это было бы правильно. А правда эти люди хотели бы, чтобы было наоборот. Поэтому вот и сейчас Юрия Якишева, и Павла Антонова, и других там кого-то уже осудили. Сейчас еще идут процессы. Им надо доказать, что вот страшное, ужасное, как какая-то нацистское подполье. Вот одно время было, даже такие фильмы, сплошь фальсифицирующие все, выдавали на гора. Сейчас просто замалчивают. А Навального двигали, эти власти двигали, это самый удобный для них оппонент. Сейчас почувствуют, что что-то немножко заигрались, но начали тушить. А настоящая-то оппозиция только национальная. И если бы все эти люди, которые говорят о своих пенсиях, о зарплатах, о несменяемости власти, если бы они говорили, нам нужна национальная власть, то есть русская национальная власть, вот тогда они действительно были бы на полшага от победы. Тогда из этих слов уже понятна вся программа действий, вся программа того, что будет потом, когда эта власть рухнет, она рухнет неизбежно, потому что она недееспособна, она не может управлять страной. Она будет рушиться, она рушится на глазах, потому что у них все вываливается, но они предпочитают, что это вывалилось к какому-нибудь криминалу. И криминал это как новые герои, они тоже сидят в тюрьмах, вот они как большевики выйдут, вот эти банды, которые сразу начали грабить и убивать. Вот нам такого не надо, нам нужна национальная, не якобы социальная, социалистическая, коммунистическая, а настоящая национальная оппозиция. Если Россия и русскую власть, тогда понятно, что вы против чуждого выступаете. А если вы говорите, нам пенсию надо поднять, то вы просто клянчите ее, больше ничего. Вы используете какие-то волнения, недовольства для того, чтобы что-то попросить себе. А раз вы просите себе, то вы не вкладываете свои мозги в то, чтобы обдумать, а как должна быть вообще жизнь устроена. Если она не национальная, то она антинациональная. Все, что происходит в России, это тотальная русофобия, которая въелась уже и в мозги тех, кто со своими социальными глупостями, благо глупостей, так Салтыков-Чедрин называл, выступают. Они недовольны, что им в миску не докладывают мясо. Вот и все. А эта жизнь зоопарка за решеткой на вас смотрят только как на зверей, которых подкормишь, и они успокоятся. Дашь им иллюзию выборов, и они будут рады, и все. А власть-то по сути не изменится, останется все то же самое. Если вы не за национальную власть, то вы за эту власть, что бы вы там ни говорили, вы против Путина или не против Путина, вы за этот режим. Меня крайне огорчило и удивило, когда одна из наших партнерских организаций пошла на конференцию к очевидным запутинцам, которые фальсифицируют как раз национальную оппозицию. Там же тоже не дураки сидят, они тоже фальшивки создают. Они тоже создают такие булавливающие капканы. У вас только качнется мысль в сторону национального мировоззрения. Тут же вам капкан готов, тут же вам символы соответствующие, речи, которые уже 20, 30, 50 лет назад произносились. Они произносят, вы слышите, для вас определенное открытие, а это капкан. И поэтому первое, конечно, в политике первое, самое главное, это морально-нравственные устои. Если человек аморален, то он тогда за Путина. И даже когда он говорит, что он не за Путина, он будет за Путина, он перейдет на ту сторону. Или открыто говорит, мы там националисты, мы за русскую власть, но Путин молодец, вот не трогайте Путина, давайте защитим его от Навального. Все. Тогда все понятно. Все понятно, что это никакая не национальная оппозиция. То есть как только вот этот аморализм возникает, а любой человек, поддерживший Путина, это аморал полный. То есть вообще ему нельзя трех копеек доверить. Украдет точно. То есть это вот первый момент. Да, мы за то, чтобы эту власть смести. Но на какую менять? На национальную. Хорошо. Но если вы тоже за национальную власть, но за Путина, тогда для вас Путин и есть национальная власть. Его нации, не нашей, не русской нации, которой принадлежат все люди русской культуры. А это не обязательно люди, которые породнены с русским народом кровно. Вот мы в этом смысле, мы все русские, до тех пор, пока любим Россию, и русский народ готовы продолжать русскую историю и русскую культуру. В этом смысле это как раз и есть понятие русской нации. Но тех, кто на этой стороне, на стороне национального мировоззрения стоит, их ничтожно мало. И вот вся эта публика, которая выходит, там кто-то за Навального, кто-то против Путина, она абсолютно не понимает, что нужно взамен этой власти. А взамен нужна национальная власть. И я призываю присоединяться к нашим соратникам, к сторонникам русской национальной власти. Россия, русская власть. Слава Руси, Господи спаси.